Субтитры делал DimaTorzok С вами Иван и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine Друзья, перед началом данного видео я бы хотел посоветовать вам подписаться на канал Обязательно поставить пальчик вверх и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия Друзья, сегодня в нашей серии мы, друзья, с вами совершим еще одно удивительное путешествие По терраформированной системе, а именно по системе Юпитера Да-да-да Кстати, огромное спасибо нашему подписчику Дмитрию Тихомирову за его прекрасные моды, которые он делает Все ссылочки также будут в описании под видео, друзья Обязательно подпишитесь на моды в мастерской Steam И парню будет очень приятно Да, друзья, я знаю, многие мне в комментариях под видео и ВКонтакте, в группе ВКонтакте Мне пишут, сделай то, сделай это Пожалуйста, отправься в путешествие в данную систему Либо посети эту галактику Друзья, я ко всем вашим комментариям прислушиваюсь И я их буду поочередно исполнять, друзья В общем, давайте рассмотрим сегодня систему Юпитера А именно, как бы она выглядела, если бы она была полностью терраформированная Сегодня мы посетим 4 галилеевских спутника, самых известных Это Ио, Европа, Ганимет и Калиста Пролетим над ихними ландшафтами Над зелеными ландшафтами, друзья Так, вот наш Юпитер И первый спутник, который мы с вами посетим Это, конечно же, самый ближайший спутник Юпитера Это Ио Давайте мы сейчас к нему перелетим И посмотрим, насколько он прекрасен Да, посмотри Он неузнаваем Да, вообще он неузнаваем Похоже на Землю Но это реально Ио Кстати, Ио Что по составу поверхности В основном, это, наверное, скорее всего Диоксид серы Но здесь, насколько ты видишь Здесь присутствует вода И, по-моему, даже Есть лед Я не знаю Сейчас мы опустимся на поверхность Давайте немножко вам о нем расскажу Не о терраформированном спутнике На Ио более 400 действующих вулканов Такая активность обусловлена Периодическим нагревом недр спутника В результате трения Из-за приливных гравитационных воздействий Со стороны Юпитера Европы и Ганимеда Потоки лавы на Ио достигают 500 километров Это просто фантастично Ну, а сейчас ты видишь Что здесь у нас холодная морская мини-терра Температура, кстати Ну, вот это вот можно было немножко исправить Минус 115 градусов Можно было бы пошаманить немножко над спутником И придать ему плюсовое значение Ну что ж, давайте попробуем опуститься На поверхность нашего терраформированного Ио И посмотрим на вид С поверхности на Юпитер Так Здесь преобладает какая-то больше всего Я смотрю Высушенная, скорее всего, поверхность Так, здесь красные тона Ну, давай немножко постепенно будем опускаться Да, все-таки не хватает на этом спутнике зелени Щебень или гравий Галька какая-то непонятная Где наш Юпитер? Мне хочется посмотреть С терраформированного Ио на Юпитер О боже, это прекрасно Слушай, если бы мы бы стояли На Ио И на нем была бы жизнь Да, здесь можно было бы дышать Спокойно передвигаться То нам бы, скорее всего, открылся Вот такой прекрасный вид на Юпитер Вот так бы это все выглядело Было бы очень-очень классно Так, я даже, наверное, сейчас Ускорю немножко время Посмотрим на вращение Могущественного Юпитера Это было бы классно Слушай Это тебе не на Луну смотреть Это уж точно Так, подожди Давай-ка я сейчас немножко отдалюсь И куда-нибудь На горизонт И пролетим, как обычно На космическом корабле Чтобы захватить этот прекрасный вид На Юпитер Посмотри, он прям светится Как Луна, блин Давайте немножко подальше И сейчас пролетим на корабле Пролетая над горными ландшафтами Ио, можно полюбоваться На Юпитер О боже Это было бы красочно Это было бы просто фантастически Представь, что ты Летишь на самолете На пассажирском самолете На спутнике Юпитера Ио, где есть жизнь Ты перемещаешься С одной стороны на другую Если бы это было возможно И тебе бы прекрасно И бы открылся вот такой красочный вид На Юпитер Это было бы просто фантастически Так, давай-ка сейчас Мы немножко опустимся Жалко, что да Вот все-таки Не хватает здесь Тех самых известных Действующих вулканов Это было бы, конечно Очень классно Но, видимо Каким-то образом Они просто потухли И здесь все спокойно Можем летать И существовать Можем дышать Кислородом Нету никакой окиси Серая диоксида Которым можно задохнуться Вот так вот Давай пролетим Кстати, да Здесь есть озера Посмотри, это классно Так, где Где наш Юпитер? Вот он, наш Юпитер Отлично Нет, ну Это было бы, конечно Очень классно Я тебе честно скажу Давай попробуем посмотреть С темной стороны Ио Где у нас сейчас ночь И попробуем понаблюдать За Юпитером Как бы это бы смотрелось На ночной стороне Спутника Ну, друзья Я думаю, что можно было бы Наблюдать вот такой прекрасный Вид на закате солнца Как будто рукой подать, да? Согласись Многие, наверное, бы Делали бы потрясающие фотографии На фоне Юпитера Это было бы чудесно Ну, что ж, друзья Давайте, наверное, сейчас Мы с вами отправимся К следующему спутнику Который у нас тоже полностью Терраформирован Это спутник Европа Все его знают, конечно же Легендарная Европа Посмотри Во время терраформирования В принципе, что и следовало ожидать Ведь Европа Это замерзший Ледяной шар Это кусок льда Давайте немножко расскажу В основном Европа состоит Из силикатных пород А в центре Вообще Содержится Железное ядро Поверхность, да Она полностью состоит Изо льда И, кстати говоря Ее поверхность Самая гладкая В Солнечной системе Но на ней Много трещин Есть гипотеза Что под Европой Находится Водяной океан И, кстати Что немаловажно Возможно Есть Какая-нибудь Жизнь Ты спросишь Почему Вода Не замерзает Но, вероятно Не замерзает Из-за приливных сил Периодические изменения Которых Вызывают Деформацию Спутника И, как следствие Нагрев Ее Недр Ну При терраформировании Я наблюдаю Что Этот спутник Этот Шарик Замерзший Он полностью Покрыт водой И суши Здесь Вообще Не найти Ну, давайте Хотя бы Примерно Спустимся Чтобы нам Наверное Не утонуть Кстати Атмосферное Давление Здесь У нас Одна Атмосфера Приближенная К земле Так Мне Аккуратно Нужно Опуститься Над поверхностью Воды Дабы Там Не Утонуть Ну что ж Здесь тоже В принципе Открывается Прекрасный Вид На Юпитер Давайте Немножко Даже Возможно Ускорим Время Я думаю И посмотрим Как это все Будет смотреться В ускоренном Темпе В ускоренном Режиме Ведь у нас Юпитер Вращается Очень быстро Полный оборот Делает За 10 часов Кстати Посмотри Это тень Подожди Стой 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 Это тень От Ио Да Реально Это тень Была от Ио Классно Слушай Блин Я бы Не отказался Честно говоря От таких Фантастических Видов На Юпитер Стоя Блин На Ио Либо даже Плавая Просто На лодке На Европе Которая у нас Полностью Разморозилась И есть Океан Жидкой Воды Полностью Планета Покрыта Океаном Воды Это было бы Классно Ну Я даже Не знаю Наверное Не будем Задерживаться На этом Спутнике Потому что Особо Здесь мы Ничего С вами Не разглядим Кстати Да Посмотри Облака Это Фантастично Это Выглядит Очень Классно Жалко Конечно Да Нету Поверхности Блин Ну Что ж Давайте Перелетим Наверное К следующему Галилеевскому Спутнику Это Спутник У нас Ганимед Так Подожди Ганимед Да Третий Крупнейший Спутник Юпитера Перелетаем Посмотри Это тоже Холодная Морская Субаквария Но Здесь тоже Температура Минус 132 Градуса Можно было бы Немножко Конечно Пофиксить И настроить Немножко На приближенную Хотя бы Ну К жизни Минус 132 Здесь Можно Блин Замерзнуть Смотри У нас По моему Песчаная Буря Если я не ошибаюсь Да Это Песчаная Буря Классно Так Ну Все Тот же Ганимед Блин Он Также Выглядит Ужасно Очень Ужасно Испещренный Астероидами Но Есть Вода По моему Да Есть Вода Давай Немножко Опустимся В эти Озера Где Нибудь Сядем Вот Здесь На Поверхности Так Юпитер Где У нас Юпитер Ого Вот Блин Че мне Нравится Это Вот Отражение Тени Галилеевских Спутников Опять А нет Подожди Это была Тень По моему Сейчас От Европы Так Так Ио Интересно Ляжет Ляжет ли Тень От Ио На Юпитер Посмотри Здесь Блин Это Просто Впечатляющее Я тебе Скажу Такие Картины Открываются На Юпитер Да Обалдеть Просто Не Темная Какая-то Пелена Да Безатмосферная Планета Спутник С атмосферой Это Выглядело Очень Шикарно Это было бы Классно Так Давай посмотрим По поверхности Что здесь Еще есть Жалко Что здесь Все-таки Нету травы Нету зеленки Было бы Очень Классно Так Ночная Сторона Ну что ж Это Тоже Выглядит Очень Круто Подожди Я улетел Далеко Слишком Дай-ка Немножко Подальше Немножко Подальше Так Я хочу Дождаться Знаешь Что Я хочу Дождаться Рассвета Чтобы вышло У нас Солнце Так Ну Солнце Походу Дело Я не Дождусь Зато Спутники Терраформированные Нам Мы Очень Хорошо С вами Рассмотрим Воду На этих Спутниках Будет Очень Хорошо Видно Зелень Конечно Зелень Отсутствует Ну что ж Давайте Я не знаю Перемещаться К последнему Спутнику Это Спутник Калисто Калисто Это Еще Четвертый Крупнейший Спутник Юпитера И По-моему Он Полностью У нас Замерзший Да По-моему Полностью В альдах Как-то Конечно Очень Странно Ну Я не знаю Каким Образом Конечно Можно Было Были Выжить На этих Спутниках Ведь Огромная Радиация Юпитера Мне кажется Убила Бы всех В округе Ну Можно Представить Можно В этой Симуляции Представить Что-то Себе Невозможное О да Конечно Юпитер Отсюда Смотрится Намного Намного Дальше Калисто Вообще Что это За спутник Вот Насчет Калисто Я скажу Так Ребят Что На этом Спутнике В разы Меньше Радиационный Фон Чем На Ио И в Европе И Ганимедия Кстати Вот здесь Можно Было Бы В принципе Выстроить Какие Нибудь Базы И Жить На Них Калисто Всегда Обращен Одной Стороной К Юпитеру Подожди Ка Стой Дай-ка Я немножко Перемотаю Время Да По-моему Здесь Смена Дня И ночи Не происходит Всегда Кстати Ребят Я не согласен С этим Доказательством Посмотри На горизонте У нас Появляется Солнце Вернее Оно Уходит За горизонт И Сейчас Возможно Будет Ночь Подожди Нет Я не согласен С этим Доказательством Как такое Возможно Прекрасно Прекрасно Посмотри Три Галилеевских Спутника И его Европа Ганимед Прекрасно Смотрится Здесь Их Можно было Знаешь Как Наблюдать В принципе Как ты Смотришь На Луну Вот С поверхности Калиста Это Смотрелось Именно Так И Вооружившись Хорошим Телескопом Здесь Ты бы Открыл Для себя Просто Впечатляющие Виды Я бы Тебе Сказал На спутнике Калиста Вообще У нас На его Поверхности Есть Водяной Лед СО2 И Различные Силикаты Ну Не на этом Спутнике Конечно Это у нас Терраформированный Спутник Но я думаю Здесь Было бы Очень Классно Смотреть На Юпитер Открылись Бы Нам Впечатляющие Виды Я думаю От которых Ты Никогда Б Не Отвел Глаз Это было бы Здорово Ну что ж Друзья На этом Буду я Заканчивать Свою Серию Всем Кому Понравилось Обязательно Ставьте Пальчик Вверх Подписывайтесь На канал И помните В космос И вселенная Бесконечная И мы только Начинаем Своё Путешествие В нем Всем пока До новых встреч Пока